Девушки отдыхают Большой патч, который поставит все на места, занесет новое и уберсложное задание и вообще много чего. А вопрос остается один — кто мне вернет незаработанные за три дня Феникса? Извинились бы хоть, надо идти навстречу игрокам. Под Microsoft умеет, компания подтвердила, что готова встречать кроссплатформенный мультиплеер. Дело осталось за малым — разработчиками и Sony. Японцы недавно высказывали, что работает в этом направлении. Надеюсь, объединение всех геймеров мира — это только вопрос времени. Но мы же найдем, по какому принципу поделиться в будущем. Вот, например, по региональному. Американские фанаты Dark Souls высказываются за идею регионально оградить русских игроков фаерволом, так как по их наблюдениям в России очень много читеров. А в Dark Souls 2 некоторые читы вообще могли убить чужого персонажа навсегда. Грустно все это, позорим родину матушку, друзья, не надо так. Но, наверное, всем напуганным лучше стоит играть на консолях, так как графические отличия от ПК немного. Да, 30 кадров против 60, меньше Motion Blur, кто вообще его любит? И теней. Но в целом все более-менее близко. Конечно, обладатели 28 видеокарт смогут выжать картинку и получше. Но у большинства ПК игроков изображение будет лишь немного лучше консолей. Хотя многих приверженцев этой платформы вообще не сильно волнует графика. Вот в WoW все еще играет куча народу, и разработчики продолжают работать над ней. И вот вам интересная альтернатива Dark Souls. В новом дополнении в Подземелье станут еще сложнее. Новый режим, мифический плюс, сложнее всего, что было раньше. Пятеро игроков будут начинать уровень с таймером. И если уложится в отведенное им время, задание усложнится. Мобы станут то сильнее, то выносливее, пока вы, в конце концов, не умрете. Похожая система, кстати, была в Diablo 3. Усложженный режим уже доступен в альфа-версии дополнения. Теперь к киноновостям. Сайт Polygraph провел исследование, в ходе которого наглядно стало понятно, как женщин притесняют на экранах. Женских главных персонажей в кино вообще 22%, а у мужчин и реплик больше, и востребованы они даже в старости. А женщины в кино и говорят меньше, и пользуются спросом в основном в молодом возрасте. Даже в фильмах про диснеевских принцесс их притесняют. По-моему, это ужасно и сексизм. А теперь давайте посмотрим, как раздевается Харли Квинн. И еще раз. И еще раз. Да, это новый трейлер отряда самоубийц, и он покорил меня прямо с этих кадров. Вот вам еще посмотреть. Новый трейлер Gears of War 4, который показывает тихую и милую старость Маркуса Феникса. И бурную шумную молодость его сына, Джей Ди. И тизер-трейлер Titanfall 2. Игра действительно выйдет на всех актуальных платформах. Покажут нам ее 12 июня за два дня до конференции Е3. Ух, теперь вам хотя бы есть на что посмотреть. А с вами был Павел Пиаваров. До встречи завтра в 20.00 на том же самом сайте. Друзья, этот милый котенчик очень грустит, когда вы не делаете репосты наших видео и не подписываетесь. Нажмите на котеночка, чтобы подписаться на наш канал. Всем муру-муру, пацаны.